Вот уж вы меня никак тут не ждали, да? Я не знал, что вы приедете. Я говорил, говорю, глину брать теперь только на селосных ямах. Вчера говорил. Вон того конца еще можно брать, а сюда никак. Игорь оттуда возил машинами, бульдозером ковырял. И вон то, свалка где, селосная яма. Это мы нанимали два американских бульдозера больших. С Павлом, с нашим. Здесь росло 17 больших, кажется, ветлин. И батюшка все говорил, тебе все надо. А он как ляжет спать, а гости приедут. Я их оттуда, гостей-то на улице, и давай пилить. А пилили-то вручную. Так. Никита, я хочу тебе что-то дать. Иди. Ни за что. Только за то, что ты строишься. На, держи. Вот первую бумажку 100 возьми, это 100 евро. Это примерно 77 тысяч. Понял? Ты ее не трать только. Пусть она у тебя для развода будет. Если у тебя появится Украина, Молдава, Грузия. У меня тут вот, это в бардачке лежало. Это мы ездили по всему миру. Вот тебе и, пожалуйста, встретились. Я только сейчас об этом подумал. Думаю, какую тебе память оставить? Спасибо, Христа. Мы проехали много. Осторожно. Мы только на горющее за одну поездку 440 тысячи стратили. Но зато были-то где? У Тихого Атлантического океана. Подарили в общей сложности на 35 миллионов рублей. Подарок сделали. Вот они, поехали. Надо же так вот. Я тут ходил, смотрел, как дрова вывезти. А они в это время подошли. Разные у меня оказались там деньги. Ну, евро-то можно обменять, а остальное-то. Вот так. Где я нахожусь-то, я сейчас покажу, когда сойду. Вот березка рядом. Это первый домик, который построили самана. Батюшка обложил ее. Это Иосиф, домерного родина. И вот я сейчас вокруг обходил, смотрел, как дрова вывезти. А оттуда пошел другой дорогой. Думаю, приду сюда. Поднимаюсь только на вершинку, вот сюда. Вот где березки. А тут глина. Пруд делали, это озерцо, когда. Машина пятится. А они оба. Мы уже нагрузили мешки с глиной. Андрей с сыном Никитой. А я, вон, первая березка, которая стоит. А я за ней стою. Кого она там? Толщина-то какая? Видать, обернулся. А я съемку веду, как они глину берут. Для того интересно. А вот все это, видимо, копали вовнутрь. Это не нара, а глину брали. Ну, вот так. Глина им нужна для стройки. Вот тут такая красота. Это сегодня у нас. Получается, 9 октября. И вот показать какие-то деревья. Это глиняная гора была до сих пор. Все растаскали. Благословен Господь. Был булдезерист. И отсюда вот выволок деревьев. Вот три корня. Три богатыря. Эта дорога мы сделали. Глину сюда наволок. Получилась дорога. Она выше местности. Ну, как и положено. Вода стекает. А тут проезду не было. Сейчас, пожалуйста. Мы занимаемся прудами, озерами здесь, что есть. Вот, кто сам тут находится. Это Медоновский. Тут жил Туримедон Осеев. Его звали Медон. К каждому слову прибавлял ку. Был молодой, когда ку. Там вот так-то было ку. Его звали ку-медон. Не выскажешь красота. Пасут овечек. Все на заре видно. Они забежали к Володе в усадьбу. Вот он их выгоняет. А я вышел и увидел это. Хорошие ребятишки. Послушные такие. Ласковые. А почему? Потому что отец с матерью верующие. Приучили их любить Господа. Именно научили ходить в церковь. Вот он их выгнал. А может там воролам даже это пасет. Издалека-то я не разобрался. Старший брат. Наверное, воролам. У меня, конечно, неприятность. Вертлящая болезнь напала на голубей. Почти все погибли. Сейчас вот прилетают дикие. Я сказал, сколько прилетит их. Тут я насчитал 20. А прилетает искорчено. Там нет фермеров. Будто бы... А пусть ко мне прилетают. До весны прокормим. Вот они, где отверстия слева. Маленькая продольная. И там Игорь Александрович Барабаш мне столько дал отходов, что я их года 4 могу кормить. Как за три кошек по-разному. На три коробки сумея нет привезти. Дать объявления, кому нужны. Шесть сушек. Шесть кошек. Мы видели сегодня, какие у меня голуби. Как они болеют. Бог дал, Бог взял. Деревня. А откуда голуби? А как раз перед этим залетали дикие. И они могли занести эту холеру. Вот у нас сегодня уже 9 октября. Нам 10-го, завтра в 9. Начинаем грузиться. Вот стоп делалось. Получилось так пасами глубоко. И этот стоп глубокий снизу подгнивать начал. Уже прямо в землю. Пришлось яму шире разрывать, чтобы у него основание было сухое. Вот он идет, где-то провода идут. А куда они эти провода идут? Идут вон на балерину. Там когда-то свет был. А я оттуда идут столбы вот в лагерь. Стан. Бывший. Теперь там музей-комплекс для бедных лагерей. Слезла паля туда. Это глубина сантиметров 60. Наблюдай жизнь. Льюис там другие наблюдали. Бианки. Это интересная вещь. Тем более приучен, если с людьми работать. Голубоглазки нету только. Вот налетел на нее. Играют. Это белый, слепой родился. А паля упала. Это она, сын ее. Шарика нету. Уже отвели. Отвели, отвезли конуру. Вот еще трое. Это голубоглазка. Кому бы дать, отдать. Оставляя себе, которые болели, больных. Абсолютно здоровый. Рыжий. Отчаянный. Вот эти им год и два месяца примерно. Год два месяца. Буска. Вот она где. Он что-то прилетел на велосипеде. Никита. Никита. Что-то забыл. Я ему столбы отдал, пасынки все. Ну, приехал-то деревня. Деревня. Мать-кормилица. А городские ничего этого не имеет. Радости такой. Считаешь, грамотный человек. Там королев, другие. И все рано умирают. Королев. Продолжение следует...